Тверской областной военкомат, канун Дня России. В зале наши земляки, участники специальной военной операции. Каждый из них внес свой личный вклад в священное дело защиты Отечества. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года и приказом министра обороны Российской Федерации от 9 марта 2023 года, номер 111, о порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Министерстве обороны Российской Федерации принято решение о выдаче удостоверений участников боевых действий всем категориям граждан, участникам СВО. Перед тем, как вручить удостоверение участникам специальной военной операции, военный комиссар Тверской области Игорь Янин поблагодарил присутствующих в зале за их гражданскую позицию. У нас в армии всегда говорят, не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Вот эти вот мужи наши, они сделали шаг вперед и выполнили свой воинский долг, убыли сразу отсюда на передовую, а в ходе выполнения задач на передовую дали возможность где-то перегруппироваться нашим войскам, где-то осуществить необходимые маневры для сохранения жизни и здоровья наших защитников, наших воинов, которые выполняют свой воинский долг на нашей, скажем так, братской земле, на территории Украины, где сегодня нацизм процветает и процветает ненависть ко всему русскому. Игорь Янин рассказал о том, как контрактники Тверской земли совершали в зоне СВО настоящий подвиг. Контрактник выводил большое скопление людей из-под Харькова, которые просто бежали оттуда, зная, что когда придут нацисты, они будут расстреливать всех. Вот наш контрактник вывел этих людей. Более того, пожилая женщина была, которая не могла ходить, он 18 километров нес ее на руках, выводил из-под, скажем, движения нацистов и вывел их к нашим войскам. Эти сейчас люди выведены на территорию Российской Федерации. Слава Богу, все получилось очень хорошо. Это мы говорим об их подвиге. В зале люди разных возрастов и профессий. Много молодых, но есть и пожилые. И то, что они сделали, этот первый шаг, вступив в ряды защитников Отечества, и есть настоящий героизм. Как офицер и как тоже участник боевых действий, я вот низко преклоняюсь перед вами. Просто говорю спасибо вам за все. Вы настоящие мужики сегодняшнего государства. Когда началась специальная военная операция, очень много вот этих вот псевдо-мужей, они сбежали с нашей страны, потому что имеют запас денег, запас квартир. Вы не сбежали, и нам сбежать-то некуда. У нас наша земля здесь, и в любом случае мы будем похоронены здесь. И вот вы сделали так, чтобы хоронили мы меньше, жили гордо, и наши дети спокойно развивались, учились в нашем достойном государстве. В этот день удостоверение участника СВО получил Алексей Ахмедзянов. По гражданской профессии водитель. Служил в зоне СВО по контракту в 2022 году. За детей обидно стало. Чувство собственного достоинства и вообще. В зале ветеран боевых действий, воевавший в Афганистане и Чечне, кавалер Ордена Красной Звезды Сергей Барков. Солдат войну не выбирает. На долю каждого выпадает ровно столько, сколько ему предписано судьбой. Вы свою судьбу выбрали. Вы выполнили то, что вам было предписано. Я не знаю, как сложится судьба у каждого из вас. У каждого она своя. Но то, что нас объединяет, это Родина. Родина это то, что у каждого есть здесь и Отечество. Отечество то, что нам никто никогда не заменит. Это не красивые слова, это реальность. Во все времена было так. За веру царя и Отечество. Многие из тех, кто в этот день получил удостоверение участника СВО, в ближайшее время вновь собираются на передовую. Не могут сидеть дома, когда Отечество в опасности. Нет. Нет.